Наша очередь. Вопрос. Что забирать темлики? То есть здесь очень много вариантов, нет смысла особо гадать. Давай просто озвучим, из каких вариантов они будут разбирать. Греймон. Здесь будет Греймон Гул'дан, кроме один из этих героев, почти 100%. Греймон Дехак. И забирают они Дехаку. Очень странно, что прям вот так рано они забирают Дехаку. Но с другой стороны, Драконий Край, если вы играете в карту, пытаетесь как-то инициировать и так далее, вы более мобильны по карте. А может быть время сейчас посмотреть некоторые наработки у Даймонд Скин и сейчас взять Утера плюс Топера, ну, либо танк какого-то условного Артаса слэш Мурадина, а потом добрать Тасадара? Как тебе такой план? В принципе, возможно, этот драфт берут Блейза сразу, Аликсу, понимают, что его могут забанить на этот раз во второй стадии. И странно, по мне, немножечко, но это Малфурионг Ханза, а не Утер. Многие команды все-таки отдают приоритет Утеру, потому что Ханза себя более свободно чувствует тогда и доминирует над вражескими танками, смотря, как говорится, смерти в лицо. А смерть в лицо может прийти, если не будет дополнительного подсейва. Может быть, с этой логикой берется у нас Блейз? То есть Блейз это такой вездесущий парень. Он, если что, будет и в бэклинии, и во фронтлинии. Всегда поставит спасительный бункер, который у нас поможет Ханза пережить возможный дэмэдж. А там пока что нет моментального. То есть Грейман, конечно, напрыгивает и больно. У него есть ультимейт, который моментально тебя съест. Но кроме Греймана, что-то нужно сверху. Обязательно. Ну вот здесь как раз банится трейсер, потому что там Малфурион. Опасаются, что это будет драфт трейсер Ханза, хотя мы его не видели еще ни разу. И стандартный такой банутер после пика Малфуриона, который вынуждает Team Liquid, скорее всего, играть с Эргаром, которого они могут забрать сейчас, чтобы не показывать драфт, либо они заберут его на ласт пик, чтобы сейчас забрать более быстрых героев. Вопрос. Надо взять героя против Ханза. Надо взять Танка и Эргара. Вот, скорее всего, три героя. Варианты из Танков. Это Мурадин Анубарак. Анубарак смотрится... Там Лемин, скорее всего, пойдет. Правильно в бой? Здесь, смотри, есть возможность из кастеров Лемин, Гулдан и Хроми, и из Танков Мурадин Анубарак. То есть мне кажется, что они будут выбирать именно из этих героев, и просто от желания и возможности. Если Анубарак, то, наверное, будет все-таки Лемин вместе с Анубараком. Мурадин и Хроми. Ну, точно мы не знали, что именно они возьмут, но мы дали вам полностью расклад, из каких героев они могут выбрать, и они из этих выбрали, и решили, что они будут играть в Хроми. Как мы знаем, Хроми очень сильно напрягает оппонентов, и очень сильное давление создает, тем более давление на Ханза, который может просто один раз поймать этот прокаст и не пережить его. Мы видим очень часто, как Хроми наказывает именно пик Малфуриона, поэтому... И это Лемин Анубарак. Сразу, понимаешь, тут были и две концепции, это либо Мурадин Хроми, ну, Мурадин, и либо Лемин Анубарак. То есть, и ребята просто обменялись. Ну, здесь должен быть Рогар для Клинза, скорее всего, плюс Рогар, если что, более-менее быстро открывает Кокон, если вдруг не он окажется. Других вариантов нет. Давай обсудим драфт, если же они возьмут не Рогара, тогда и решим. Воу-воу-воу, Александр, вы угадали? Здесь сложно говорить, что это угадано. Здесь вполне логично было это взять. Я сказал это еще после бана Утара сразу, что должен быть здесь Рогар. Просто зависит от того, когда они захотят его взять сразу или чуть-чуть попозже. Смотри, здесь надо будет трикедом опять играть агрессивно. Потому что Хроми у оппонента, несмотря на то, что у вас Ханза, Хроми создает больше давления, такого пассивного давления, чем Ханза. Потому что данный герой постоянно напрягает не только танков ваших, которые могут не подставляться в виде Мурадина. Он может стоять где-то между Хроми и соперниками, и тогда никаких проблем не будет. Но давление также и на керри героев. Поэтому здесь должна быть агрессия, особенно после 10 уровня от Рикет. И они должны сами реализовывать свой драфт, запрыгивать, кидать кого-то в кокон и пытаться выиграть. А Тим Ликвид нужно опять играть чуть более пассивно, но их драфт лучше перемещается по карте. Я хотел бы ответить, это важный факт. Александр, петля тут будет убивать. Я бы сказал, что драфт Тим Ликвид нравится больше, потому что он вот более вариативен. Там и ДХК, и петля против Малфуриона, очень много моментов. И как раз мы это и будем наблюдать вместе с нашими комментаторами. Коллектив Трикет Еспорт на ваших экранах Кросбиум. У нас будет играть на Ханзо, Гранд ПКТ, Малфурион, Рэма Бойлер, Ану Барак, Маки. Налимин и Аликс за прожить снова на Блэйзи. Тим Ликвид, по правую сторону карты, герои расположились в них следующим образом. Спорт Билли на Мурадине, Этернал на ДХК, Норок на Хроме. Остался Седогриб и Рогар, Сплендер на Рогаре и Хасо Обс на Седогрибе. Бест оф 5 серия, сет у нас второй, счет 1-0 в пользу Тим Ликвид и этот Драконий Край. Интересные драфты и у меня вопрос, когда уже перестанут банить этого Блэйза против Алекса? В свое время Алекса добивался прям... Он играет, он мой героя, играет, 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 потом его просто банит. Это как в прошлом сезоне был Артас. Артас перманетных был в бане, потому что если у него банить, то Алекс берет Артас и выигрывает игры. Хотя знаешь, Блэйзом он не особо-то и выиграл. Ну вот в том-то и дело, что для начала надо начать побеждать, а потом уже и будут, конечно же, баны. Сейчас опять играет Блэйз через ускорение. Леймин взяла дополнительные щитки со своих кьюшек, так как Хроми очень сильно присыпает. Спорт Билли, кстати, попал молотком отлично по Ану Бараку, но он взял на первом уровне щиты. То есть в молотке он не стакает, только пассивные стаки. Против Ханзо Блогер. И дальше все более-менее по стандарту, да? Просто для того, чтобы тебя не взрывал. На 16-м уровне напоминаемо, да, что там автоатака усиливает, кьюшка усиливает автоатаку. И там автоатаки Ханзо просто по 800 приезжают. И как бы на этом наша полномочия все, да? И для этого блоки, в принципе, берутся в перспективы даже на такое будущее. Вместо 800 придет гораздо меньше, чем там 400-300 урона. Это очень приятно в дополнение. Что ж, через 2 секунды, через 1 появляется светилища на карте. Здесь Олег Запрок встретили со Спорт Билли. Еще, конечно, не произошло, потому что это два крупных... Для консервной банки. Для консервной банки, да, которые... Ну, нет смысла им просто драться друг с другом. Это только если рядом где-то там в кустах кто-то притаился для дополнительной какой-то помощи. Запущена изи со стороны двигателя и спорт, который уже вскрывает боту. И, кстати, светилища по боту-то тоже за синей командой. Они здесь очень хорошо укрепились. Это, кстати, по поводу консервной банки. Сейчас мы можем встретить ситуацию, когда на соло-линии два героя понимают, что они друг друга будут бить два года. Они просто ждут крипов и идут бить крипов друг друга. И все, они даже не трогают героев, просто бьют крипов. Кто быстрее убил, тот молодец. Все. И там иногда может какой-то огрызнуться, кинуть там те же вот и Артасы, еще что-то. Все. Это очень интересно. Но особенно удобно, например, если у Артаса стаки, и ему стакать эти самые ветра, например. Сейчас заряжается дракон для команды Ликвид, но оспаривает на бойце Трикет Е-спорт. Вроде как уверенно. Но Сидогриво реализует Ликвид. Очень хорошо реализует Сидогриво Ликвид. Они запускают кемпы по кулдауну. Они запустили на топе Хардс, что позволило Дыхайке чуть спушить вверх. Но! Пушат ребята из Ликвид, а Трикет впереди почти на уровень. Я не силен в математике, конечно, но, по-моему, что-то идет не так. Ну, Трикет вскрыли забор, разрушили пушки на центре, и они сейчас заряжают дракона, но рядышком Спортбиле, рядышком Сидогриво, который сейчас пойдет, правда, на топ помогает, но Спортбиле один здесь в случае чего справится. Сидогриво сбивает, однако урон получает активный от оппонентов, и все же справились на топе Ликвиде, забрали свесилища семья. Ну, получил информацию. Получил информацию просто Мурадин, мы сказали, все, мы забираем, он просто разрушал. Зачем как бы пытаться, то есть по таймингам понимает Трикет, что они забирают. Все. Так, и Мурадин живой, вроде бы. Так, все более-менее хорошо. Седьмой уровень скоро будет, что у одной команды, что у второй. Благополучно Трикет Еспорт отбили Огров на нижней линии, и снова здесь очень хорошо укрепились. Мурадина с Сидогривом держится ближе к центральной линии, но они готовы вступить в бой, если что-то подвернется под руку. Однако Трикет Еспорт получают. Сейчас седьмой уровень, это будет плюс талант, и желательно с плюс талантом что-то уже самим провоцировать и агрессировать. Однако была попытка наоборот от Тим Ликвид огрызается в ответ. Тим Ликвид, но тут проблема у Хасу, прикрывает его Спортбиле, очень красиво играет Мурадина, просто старается впитывать дэмэдж, который идет в Хасопс от паркастов. Лимин, Этернал ищет таргет. Какой вытянуть, в итоге потерял уже половину здоровья. Этернал, ты или тяни уже, или убегай. Потому что если кто-то сейчас умрет, Маки... Надо бежать, надо бежать! Вот это вот Лимин отлично сработало своими паркастами. Здесь мы наблюдаем у Лимина классический блинк билд, и будет очень больно и неприятно. А как же билд? А как же билд лэфтоверс? Там с шариками. С шариками и блинком на первом левеле. Но он остался в прошлом. Забирая дракон Алимин и первая механика именно за триггет Е-спортс. Ну и все, и пошли с драконом пушить потихоньку триггет. У них был плюс левел. У них сейчас, точнее, почти плюс целый уровень. Уже было небольшое преимущество. Теперь они его нагоняют. И... Еще по боту, да, судя по всему, втроем будут ломать, пока дракона дефит Элиггет. Да, дракон наверх, основная... Другая часть команды на низ. И тем самым максимально выжимают профит с полученной механики. Хотя бы просто заборчики повскрывать. Это уже круто. А тут, скорее всего, даже форты будут рушиться. И какой столок! Хороший по мурадину. Ощущение сразу же взошло. Вроде как живет. Спорт Билли. И продолжает даже агрессировать. Ну, не зря ему так агрессировать. Уже минус броня. Очень сильно у него пошла. Лайтерна закопался спиной, никого вытащить не может. Тут Аликса находят. Тим Лиггетт. Начинают его бодиблочить. Избивайте. Аликс хорошо на ешечке закинулся. И руты по двоим от Мавриона. Прекрасная игра. Вот три. Не отдали даже свою консервную баночку. Они никого не потеряли. Они почти разрушили бот. Но самое главное, они раньше вышли в 10 уровень и, следовательно, в героические способности. Запускает сейчас Изи Кэмп. И надо как-то стараться реализовать эти самые героические способности, преимущества в левеле. Желательно искать и навязывать драку. Агрессируют Лиггетт Еспортс на центре и даже вышли на Хардкэмп. Вот это, собственно, и реализация преимущества. Они просто в наглую идут на Хардкэмп своих оппонентов. Да, но это, по-моему... Ну, хотя у них десятка. Они могут себе позволить. С десятым-то левелом почему бы и нет? А что могут сделать Лиггетт? Зайти и умереть на этом Хардкэмпе? Я считаю, что это не самое лучшее решение будет с их стороны. Хотя Билли, по-моему... Согласен. У Алекса есть бункер, если что. Тут стрела пролетела мимо. Ну, просто мимо проходила. Стрела, бункер. Бункер, кстати говоря, не захватывается в бункере. И Саленс выдумал Фурион. Ликвид пытались. Конечно, да. Они сражались довольно хорошо, достойно, сильно. И они вытянули все героические способности, кроме Кокона. Вот Рикетт Еспортс. Заходят теперь ребята из Трикетт по топу. Пробуют. Ну, решили оставить. Потому что, понимаешь, что сейчас десятки будут для Лиггетт, а уже стрела пролетела. Мне понравилось, как стрела. Там файт идет просто, знаешь, как чайка такая. Где-то на фоне, да? Где-то на фоне пролетела стрела. Знаешь, такое ощущение, что она просто выше пролетела. Где-то там, в космосе, поскочила. Над головами свистели стрелы. Действительно, Огры здесь попытались как-то разрушить Терзинфорд снизу у Ликвидов. Однако, все вовремя спохватились и пришли за Дефля. Это все недоразумение. Форд по-прежнему стоит. Трикетт в Еспортс. Вообще, там, по-моему, еще с забором никаких проблем даже нет. Да, и Ликвид взяли десятки. Пулю берет Седогриев. Берется социальница на дыхайке, исцеление предков и аватар. Пуля, кстати, хорошее решение против Блейза, потому что он действительно прочный танк. Опять тут мимо стрелы у нас летают. Интересно. Не дают, не дают это на улице. Он должен уходить здесь. Да, ему сбили Зетку. Вовремя оказался рядышком здесь он у Барак. И это минус Фордс на топе у Тим Ликвидс. Правда, в ответ они очень активно давят нижнюю линию тоже вместе с Хордой. Ликвиды заходят по низу так же. Так, кстати, они с Хордой идут у них Седогриев. Я сейчас бы сплендору еще вернуть талантс-электрическая связь было бы вообще идеально. Но за ними уже выехала делегация стопа и будут пробовать отрезать их от базы. А, собственно, может никуда не дойти. Стан он промахнул с Рэма. Второй выделл стан. Теперь пытаются переключиться на Спорт Билли. Запрыгив сюда. Алик Зепрок закатился. В Аватаре спрятали Мурадина. Этернал попытался на Барака как-то подцепить. Он сразу же тоже спрятал в Булкер. Спорт Билли вылез, готов сражаться, готов кидать свои молотки. Но Тим Ликвид просажена очень сильно по сравнению с Трикет Еспорт, которая практически на фул здоровье. Только Кросби получил сейчас прокаст от Хроми и немножечко пострадал в плане ХП. А маг пушит. Маг по низу идет и просто закидывает своего посоха. Рэма забирает дракона. Не помешали ему здесь Тим Лика. 13 уровень почти что есть для Трикет. Вот он добирается и теперь нужно сносить оставшиеся Т1 и может быть даже по Си-Джи Т2. Нет. Можно пытаться, уверенно, но на боте очень сильно крипы далеко. Вот это вот единственный тоже такой минус. Хотя главное, что у вас дракон и вы можете вместе с ним уверенным шагом как минимум вскрывать сердлозабор. А если учесть, что у вас еще преимущество, талант, то, возможно, стоит и надавить поагрессивнее на оппонента. Ну, и должны надавить, на мой взгляд, рэкет, потому что, ну, позволяет дракон, позволяет левел как минимум ворота вскрыть и пробовать еще что-то придумывать более интересное. А ну, может, их Т2 вообще зайти? Очень опасно все-таки. Нет, у 10 уровня еще даже дракон довольно слаб. Это идти под форт можно потереть все свое преимущество. Очень опасно. Лучше сыграть немного аккуратно, тем более Ликвиды уже получают 13 уровень. Разобраться с последним тир-1 фортом на центре. Красная команда. И, кстати, Алекс просто неплохо влетел. Спорт били Аватара все равно очень сильно тавит ХП прямо на глазах. Однако он выживает. Все живое. И даже не было использовано исцеление предков. Рэма застрял здесь, на ерске выбежал. Знаешь, я вот просто по поводу аккуратности ребята из трикет прошлой игру, помнишь, играли очень аккуратно. Вообще стараюсь не подставляться, чтобы по итогу проиграли. Хотя на самом деле мы еще не хвалили, они делали фактически все правильно. То есть, просто чуть-чуть где-то удачнее зашло лига. Начал попадать стрелами Ханза, игра тут же пошла. Да, получилось все довольно интересно. Вроде как 11-ая минута, счет по киллам 2-0. Как и в прошлой игре, сильно много убийств нету. Играют два коллектива аккуратно. Друг друга прикрывает ребят и каждой своей команды. Но все же два килла сделали именно трикет Е-спорт. И не только два килла, но еще и почти все Тиродинфорт разрушили Тиродинфорты. Разве что там на центре остатки роскоши остались. Но и то трикиды решают агрессировать именно по боту вместе с зикомпом. Или нет? Или это тоже будет очень опасно? Они такое ощущение, что не боятся вообще каждого своего телодвижения после предыдущей игры. Они играли тоже очень аккуратно. Не все шло. Просто по накатанной. Знаешь, как по учебнику играли трикид, но проиграли. И здесь они продолжают. Знаешь, может, немножко усомнились, что черт возьми, мы так играли, так хорошо все было, мы проиграли. Надо, может, еще аккуратнее. Они просто стараются еще аккуратнее играть. Вообще не давать шанс. Например, ликвиды наоборот. Говорит, мы не будем играть аккуратно. Мы будем в наглую бежать на врагов, держать их, всячески стараться убивать. И у них это получается время от времени. Например, в прошлой игре во второй половине противостояния так они это все реализовывали очень и очень хорошо. Здесь пока не получается. Но это только пока, я думаю, ближе к шестнадцатому уровню. Опять же, они будут себя немного поуверенней чувствовать. Да, шестнадцатом уровне урона вырастет у лимины. Он там немножко получит бонусы. То есть, все немножко усилиться. Может быть, проводить как-то сильнее. Хотя, на самом деле, сильного бустана на шестнадцатом. Ааа, там же Ханзо 16. А это очень мощный буст. Это Ханзо, который будет выбивать огромное количество. Как все это говоря, броди на 75. Просто раньше блоки были все 50%. Я почему, знаешь, не сомневался в цифре? Потому что у кого-то потом сделали 60, у кого-то они вообще 75 и тяжело, сложно. Вспоминать, индивидуальная механика блоков. Кто-то от прожитых заклинаний, кто-то просто по времени восстанавливаются блоки. И все же, кстати, по поводу стрелы, драконьей стрелы, вот в прошлой игре, например, Ханзо сначала тоже мазал. Здесь, хоть Ханзо и в другой команде, однако, повторяется ситуация. Первая половина игры стрелы в молоко. В них куда летят. Возможно, мы увидим, как и в прошлом противостоянии, шикарная стрела от Ханзо, чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Пробуют драконы изжать. А дракона заберут сейчас три. Да, это драконы и просто должен уходить. Аликс, но получает пули, получает язык, получает шапку, еще один стан. Господи, как же они бьют этого бедного Блейза и Блейз покипает. Ну там 16 уровень, Блейз жил за счет таланта на щиты очень и очень долго, хорошо впитывал урон, однако, спасти его там было практически невозможно. Но драться было нечем. Ханзо было нечем. Да. Действительно. И нижняя линия, кстати, пушится-то у ребят из Трикет Е-спортс, однако надо как-то стараться реализовывать дракона, но сильно не получится его реализовать, потому что минус Блейз тушится вот, вот, и отходит, он гуляет, пока что бродит по центру линии. Да, у него осталось 37 секунд у дракона Блейз видит еще, ну там, 20 секунд буквально дракон того останется и, знаешь, ребята из Ликет сделали очень классный килл, они просто заставили ребят из Трикет взять дракону, но при этом сделать с этим драконом ничего не могут. Трикет. И бот открыт. То есть, пожалуйста, заходите в Ликет Тир-2 Форд, но нет, не в состоянии, не могут зайти Трикет Е-спортс, потому что они и так потихонь начинают терять преимущество. Уже счет 2-1 по киллам делают убийство Тим Ликвид, это только начало, я думаю. секунд дракона, нужно уходить, потому что в драконе это Ханзо. Если он сейчас выйдет из дракона, стан Мурадина и прокаст Хроми, все. Прокаст Хроми. Даже без стана пол-хп от траволоп, поэтому вынужден было чуть-чуть заранее даже отступать дракон. Был бы в драконе там какой-то гипотетический Блейз, еще план, или она Барак он бы там мог до конца стоять, знаешь, что последнее, а потом выехать. ДХК тем временем разрушил Тиротинфорд у своих оппонентов на верхней линии, а трикидал ответу украли Изи Кэмп, но ликвида здесь рядом, они все контролируют, они умерли, при этом никто не умер, что интересно, действительно, игра игрера продолжается. Сейчас очень такой момент важный, если будут ребята делать ошибки с одной стороны, либо с другой, эти ошибки будут уже довольно критичны, фатальны, если на первых каких-то вот в первой половине матча там можно было и стрелой промазать, там чуть подставиться, ну, выровняться можно было из этого, так сказать, билизонсти, сейчас уже нельзя, ни в коем случае мазать героическими способностями, куда-то там заходить в диспозицию, что все сейчас на, очень на взводе. Но самое главное, что ликит вернулись в игру, то есть, если до этого было все хорошо у Трегит, они поддержали преимущество, то сейчас ликит вырулись одним килом, один килл Блэйз сделал очень многое, дал экспириенс, дал время, дал возможность просто переждать дракона и благодаря этому Тим Ликвид просто сейчас потихонечку выходит обратно в эту самую игру, забирает хардкемп там, да, сейчас, хотя, по-моему, 3-ки не хотят давать хардкемп. Нет, они успели забрать, мы поступили очень хорошо, муразили, а на барак, так, сразу же аватара выпрыгивает, стрела была от Ханза слишком близка, стан был незначительный, и Ликвид благополучно отходят, запустив при этом харду и никого не потерят. Я уже испугался, что сейчас, если не зайдет исцеление предков, муразилин лопнет, но не тут-то было. Знает, знает, Слендер, когда давать исцеление предков и верил в то, что муразилин выживет. Муразилин и выжил. Опытный шаман, просто опытный шаман, поэтому, да, здесь все очень и очень хорошо у ребят из Тим Ликвид в плане каких-то командных взаимодействий, и уже следующая механика появилась, светилище, кстати, он ворок подкопался, зачем-то ешку отдал, можно было ногами туда прийти, с учетом того, что здесь рядом враг, может быть, стоило сохранять с пылой, хотя враг отступает, он и не намерен особо драться. Да как одержит топ, да, глобалов у Трикид нет, и как бы Риквид понимает, что топ сейчас никто не возьмет, да как, если что, перекопнется, и просто пошли, по-моему, за 20-м, причем оба коллектива пытаются взять 20-й по принципу, а кто же быстрее? Пока что, впереди, впереди Трикид, но шансы равные, учитывая наличие Дыхаки, Ликвид могут нагнать это количество. Тут я соглашусь, не сильно отстают Ликвид от своих оппонентов, но Хард запущен по боту, и надо его отбивать, потому что это щит, агрессия пошла снова по Мурадзина, как же он ловит, всякого разного станок, избили ему в прыжке, немного траекторию, однако с Портбилле благополучно все равно. А Дыхака пушит топ, Дыхака с Хардкимпом. Это будет размен Тир-2 фортами, я думаю, это будет размен Тир-2 фортами. Это не будет размен Тир-2 фортами, это или Трикид сейчас заходит, убивает Тир-2 форт, и провоцирует Дыхаку на перекопку и дефайт, или Дыхак просто ломает там ворота и получит 20-й раньше. Тир-2 фортами, в полном составе, еще не мало крипов, если я не ошибаюсь, на верхней линии, Дыхака может сделать очень много грязи сверху. Ну, понятное дело, у Ликвида форт снизу падает, пуля зашла, он у Брака хорошо муратим, использует аватару, подцепили Блейза, у него очень мало хп, тот прячется в бункер, сразу же выходит с армором, немного подышал, ты войдешь к плюшку в хроме, дыханием, отличная шапочка в Ханзо, да, ну и все, и Трикиды уходят, да, они уходят, причем с чувством выполненного долга, действительно, Тир-2 форт был разрушен. Ну, Этернл пожадничал, на мой взгляд, но он, получается, он снес тип ворота давным-давно, он мог раньше закопаться, и Тир-2 форт спасли бы, возможно, и файт какой-то сделали менее удобный, так вот такие Трикид просто убегали, ему же траться не надо было, двадцатку вышли раньше Ликвид, но смысл, у вас уже нет стороны, да, двадцатый сейчас есть, двадцатый сейчас придет, и Трикид, так, заряжается пока что там у ДХК нету практически ХП когти землируя, и позволяет ему выйти из этого безбородия, он снял хорошую позицию, но тут же ловит стрелу, вся команда Тим Ликвид практически попала в стан, и нет, не было продолжения, двадцатый на двадцатый, Ликвиды отступают, надо, хорошая инициация. Надо, но Алекс уже пошел отбирать нижний, нижнее святилище, ребята из Тим Ликвид забирают снизу хардкем, потому что нужно какое-то давление по этой линии, чтобы Дефил засиделись, катал, ну, которые, увы, ребята из Ликвид не смогли ничего придумать на нижнем форте, просто его отдали. И снова, чтобы не терять времени, конечно же, коллективы идут на КМП, как только появляется Огры, сразу же их им запускают. Здесь две катапульты по нижней линии будут двигаться вместе с Ограми, Тим Ликвид стоит обратить внимание на бот и как-то постараться не допустить приблизиться к своей территории этому лайну. Этернел на топе готов подпушивать эту линию, не видят сейчас оппонента, ребята, издвигают по этому Этернел очень аккуратно держатся, увидели оппонента и тут же двинулся к реппам, понимая, что трикет заходит где-то к базе и пошел тут же спритпушить, пытаться этот форт забирать, но это он не сделает без КМПа, это делать очень сложно. 140 тысяч осадного уронного Блейза, однако у Седогрива 170 практически, вот это, да, это очень сильно, конечно, коктейлями накидался Догрив, и сейчас она Баракс на топе будет пытаться забрать святилища, отдыхать. А форт, смотри, как хорошо падает, пол форта скушали крипы, слушай, а крипы-то едят, форт четверть, а никто не дефает? Ну там форт более-менее самостреливается, нет, там крипы просто появятся, но рядышком идет следующая волна, да, крипы появились, и все же, все же сейчас будет заряжаться дракон для синей команды, ликвиды, запуская свой хардкэм, чтобы было еще более активное давление на верхний лайм, им очень надо разрушить этот форт, и у них есть такая возможность, но желательно дракона не отдавать, потому что это может быть дракон, решающий. Билли вытопнули, подстанили, Юркрутеон от ивейдил и выпрыгнул из ротов, молодец, теперь нужно, чтобы Маки не забрал, Маки не забирает, да как отперехватывает управление, светилище на топе, и Трикет отступают от дракона. Ну, Мурадина очень тяжело убивать, Мурадина 16-й талант каменная кожа, дополнительная сустейн, плюс восстановление хп с вышкой на 13-м, да еще и перемотка. Это если тебе сбили один прыжок, ты можешь всегда сдать еще один, это очень полезная штука. Плюс стоит, учитываясь, щит на 13-м от регара и плюс щит на 20-м, то есть там уже так легко просаживать Мурадина не получится, как это было раньше, как-то раньше делали Трикета. Трикет опять искать позиции, слушай, очень аккуратно играют, очень напряженная игра получается, потому что одна ошибка это минус игра, причем что для одних, что для вторых. И обратим внимание, 22-я минута, два кила со стороны Трикета Еспорт и одно убийство от коллектива Ликвид. Запускается харда снизу, дефит ребята из Ликвид тех, кто там ее забирал, потому что понимают, что Трикет могут если что зайти как-то пытаться зажать, а наверху идет хардкем под Трикет. Где Дхака, Дхака уже должен делать какие-то вещи на топе, на мой взгляд, но Дхака там никогда идти не может. Дхака вообще находит, Алекс побежал вперед, За Нурком еще Иану Барак пошел, а в это время Спортбили, правда, зоне двух эмош-дилеров своих панет, поэтому Нурку убивать некому, Спортбили, когда половина ТП появляется, бункер, стрела, хороший нос, вышел, Анцестра, Сплендер, на последний сдал щиты, но умер, погибает также здесь у нас Иану Барак. Проблема у Алекса за Параджи, не может он дойти, бункер уже закончился и закончился, также и Алекс минус два делают Ликвид, потеряли саппорта, но убили весь фронтлайн оппонента. Без фронтлайна вы не можете драться, а ребята из Ликвид могут драться, у них есть кому танчить, хил, да, у нас сегодня ребята из Диквидис показали, что хил в принципе-то так, ну, вроде как нужен, мы слышали, но можно и без него. Тем более, Мур-1 сам себя неплохо восстанавливает, ДХК тоже есть эссенция, так что можно обойтись и без Рогара, главное как-то поактивнее сейчас действовать, пытаться на дракон набрать святилище на боте, да, заодно они за Дефель Камку, не Дефит сейчас Ограф, ДХК уже пошел держать дальше топ, пытаться там выживать один, но за ним выехали, за ним поехали, и понимают ребята из Риквидис, что скорее всего, чуть ли не, скорее всего, будет тут один на топе, они просто крутят по святилищам, раскручиваются для того, чтобы сбивать дракона, им это удается, ребята из Ликвид никак не используют эти два киллапа и топ. Воскрешаются герои коллектива Триквид Е-спорт, Блейз уже готов снова зажигать, надо занимать позиции, занимать позиции, защищать святилище, активно Симликвид сейчас перемещается на верхнюю линию, для того, чтобы это самое святилище себе, забрать и активировать, Дхака пока что контролирует ситуацию снизу, но в любом случае, Триквид Е-спорт сначала будет убивать Огров, который по нижней линии активно идут, хотя нет, пахнет хорошей такой дракой на центре, потому что надо оспаривать будет драконом. А на бараках решил, я не буду спарить дракона, я просто пойду заберу низ, а Дхаку уже ну ковылял потихоньку, потому что тоже одному там стоять, это может быть смертительный номер, я ушел Дхаку на топ опять, пытаются как-то меняться Симлик, этот на топе оставляет Дхаку, сами перемещаются куда-то ближе к низу, ну очень интересные какие-то ротации, перемещения, просто кручу, верчу, запутать хочу, но Дхаку один, Алекс его только что видел, заметно не удалось, я первый должен бежать, будет пытаться под Кабасом, но здесь ловая волна от Лимин, все, это будет минус Дхаку, у него есть когти с землерой, конечно, но рядышком вся команда Блюнул на троих, троих пытается убежать, но нету рядом кустов, для того, чтобы ускориться как-то, спрятаться где-то, минус Дхаку, тем Ликвид остались в четвером. Нашли, ребята из Ликвид крутили, крутили как могли, искали, и сейчас, по-моему, будет агрессивный энгейдж без Дхаки, что ли? Стрела, после до Грибы, прокаст от Лимин, больно, но не фатально, хорош прокаст, кроме Кубаран Пакета, пытаются найти еще, ребята, из три компонента, но не удается, и теперь смотри, умирает Дхака, ну, то есть, Реликвид убили двоих, потеряли одного, ничего с тем не сделали, ну, Кэмпочки какие-то запустили, подефили к линии, что делает Триквид? Триквид убили одного героя, и мы сейчас пытаемся Дхака очень далеко зашел, его просто споймали, здесь агрессия на этот тракт, отлично восстановлен, его просто поджали, как-то отзонили, не позволили адекватно уйти, переагрессировали Триквид в какой-то момент, и Дхака сейчас появится, 6 секунд, он перекопается в файт, прям, Триквидом нельзя заходить, нельзя заходить, ну, это будет 5-4 файта, Дхака, сейчас на них пошел, Дхак пошел на них, забирать святилище, понимаешь, что-то будет возле Кора, по-моему, если я не ошибаюсь, по нижней линии, поэтому надо быть на чеку, сейчас ребятам как-то из команды Ликвид обратить внимание, стоит, что у них там происходит, дракон выигрывает игру, дракон, кто сейчас возьмет дракон, тут выигрывает игру, то есть, до 6 минут, да, дракон, очень силен, очень силен, и сейчас, алексопрок может будет пытаться седогривок-то застанет, нет, а собственно ходит в форму воргена, и тем самым не подставляется, вот, стан, Блэйзов, кроме снизу, под дефило, забирают хардкем, Ликвид, 58% на Коре, кстати, я вот что-то как-то не заметил, а эти каталки сделали очень неплохую работу, 58%, лимин резнул, киллый, один опен фраг не дает ничего, ни одним, ни другим, ни та, ни другая команда не использует опен фраги, вообще не били, здесь один против двоих, застанил, причем одновременно и Блэйзов, барака, ничего не боится, рядышком сплендер стоит на подхвате, если что, но в 15 секунд еще до исцеления предков, дракон заряжается для Тима Ликвид, и Аликзопрок, конечно же, пытается сбить, Седогриву не позволит сесть в этого самого дракона, пуля пошла по анабараку, замечательно, он использует подкоп, подходит, и тут же engage, начинается отрекет, спорт или потерял половину хп, не смог забрать дракона, спине Рэммор, спрятал Седогрива, Седогрива убивают из кокона, и все пятеро игроков Ликвид готовы сражаться, но укоры 57%, 52%, по 5% выбивает каталка, господи, как же это было, 28-ая минута, даже запущена была стрела, для того, чтобы как-то застанеть, 31%, каталки просто по 5%, выбивает, но стрела была немножко странная от Кроссби, если честно, она в хроме летела, хроме от Ведела колбой, там ровно в хроме летела стрела, очень точная и хорошая, но хроме нажал колбок, среагировала, забирает нижнее свеселище от Рикет Е-спорт, какая же напряженная игра, 28-ая минута, 4-4 играет еще по килам, и катапульты, да, именно, даже и близко от Рикет Е-спорт не стояли у коры Team Liquid, катапульты разрушили 70% практически хп главного здания, вот это да, и сейчас заряжается дракон для красной команды. Кстати говоря, выгод Алекса, и довольно много деможен получил от Хроме, от Придета Сюда спортбили, потому что также страдает Маки на полхп просел, но там проблемы небольшие, он у Барака, точнее у него хасовцы были старее всего, проблемы, потому что он у Барака хался у него. У Маки не было щитов с кьюшки на стаканах, он получил очень большие цифры от Хроме, и сейчас надо немного откатиться аватара у Мурадзина, и он сможет наоборот сам инициировать, да. Спортбили пошел вперед, пытаются убивать Альпексы, довольно больно ему здесь, попал он подстанет от Саленсы и взрывают здесь Блейза выживает, кроме Патанцестра, спряталась очень вовремя на полбу, выбивают Гарай дракон мгновенно забирает себе пытаться Eternal Eternal забирает же, крип не давался, но Eternal садится в дракона и потоп происходит Ликвид, Трикет, Трикет должны идти в кор понизу, вы не дефите это, ребята, вы не можете это задефить, вам нужно идти в кор, и это понимает Ликвид, Ликвид просто их здесь встречают проблем больших, Ханз разорвался. А уже в кор, то не исходишь, кем-то, а ну Барак Малфарион или Мин, а из свою-то не задефаешь, а ты не задефишь никак-то, 28-я минута, ты просто, какие куски сейчас будет отогревать ДХАКО, ДХАКО, делал раз, снова Ликвид, дожали, не зря терпели, он сколько процентов убивает, давай смотри, просто, хлоп, хлоп, готово, невозможно дефать этого дракона, абсолютно никаким образом, затянули Тим Ликвид, игру, и снова выиграли, победили, победили,